Лето Бабье Лето Баба Ягодка сидела напротив, и ее лицо мерцало в печном свете. Она не ответила, наклонив голову, только задумалась. Гром поднялся и ушел в темноту. Вдруг оттуда неожиданно зазвучали звуки свирели. Ягодка встрепенулась, распахнула глаза. Ясень сел напротив с дудочкой, которая струила необыкновенную чарующую мелодию. Было ощущение, что всюду парят эльфы, крохотные, сверкающие. Они будто танцевали под музыку и завораживали пространство. Какие у тебя очи! Ты сейчас словно маленькая девочка! Закончив играть, шепотом произнес Ясень. Девочка? Та девочка очень рано повзрослела. Вчера ты закрыл мне глаза ладонями, и это напомнило мне детство. Я всегда мечтала, чтобы отец однажды вот так, неожиданно, появился и закрыл мне глаза. Ведь я его не помнила. Совсем. Мать даже фото мне не показывала. Когда я ее попросила, она сказала, что отец после развода фотографии сжег в печи. Все доедины. Однажды тетка моя отдала маленькую фотографию с портретом моего отца. Как он был красив! Сейчас у меня ее нет. Она сгорела в дому? Нет, ты что? Думаю, она лежит там, где я ее оставила. Да. Папы уже нет. Он прожил недолгую жизнь. А мы так и не свиделись. Жизнь разбросала нас по разные стороны. Не знаю, почему он не приезжал. Ведь мы переписывались. Знаешь, Ясень, какая-то тоска живет во мне по сей день. Такое ощущение вот. Потеряно что-то. Чего-то недодали. Понимаю я, кто такой сирота. Это тот, кому не даровали любовь. Верно все сироты быстро привязываются, доверяют безоговорочно и вырабатывают любовь, как, не знаю, как сказать, как корову молоко. Точно, постоянно. Одна лишь разница. Корову гладят, кормят, жалеют, а сироту обманывают и предают. Гром сидел, наклонив голову на сложенные руки, которые лежали на столе. В глазах его стояли прозрачные блестящие слезы. Ягодка увидела это, подошла к нему и уселась на колени. Он обнял ее, и они стали покачиваться. Сама природа дает человеку эти движения для покоя и настройки энергетических вибраций. 19.46.19.09.19 год Продолжение следует.